Всем привет! Сегодня буду снимать для вас распаковку небольшой посылочки от красного карандаша Я не могла дождаться вечера, когда же я наконец-то смогу открыть эту посылочку из красного карандаша Как же я люблю новые материалы Настолько же я не люблю потом искать место для новых материалов, потому что с хранением уже большие проблемы Но, тем не менее, сейчас Здесь я ускорила момент распаковки, хотя, если честно, мне самой нравится смотреть распаковки в реальном времени Вот, поэтому напишите в комментариях, нравится ли вам шуршание на камеру пакетиков запакованных или нет Потому что мне самой нравится, и я люблю смотреть, и люблю, когда шуршат тоже Я всегда боюсь это делать, потому что один раз я так сделала, и у меня в посылке была книжка Вот, и я ее слегка порезала Ну, здесь у нас книжек быть не должно Вы тоже видите это? Новые конфеточки? Так Ой, 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 ой Я что, так много заказала? Угу Ну что, тут больше ничего нету? Тут у нас, знаете, пока по очереди чуть-чуть отодвинем Ножик уберем Так, здесь у нас пастель Минго И это моя первая пастель Можете меня поздравить У меня не было пастели И мне очень интересно попробовать, что это за материал Тем более я увидела несколько мастер-классов, которые мне очень хочется повторить И мне кажется, результат должен быть очень классным Так Так Красота какая! Мне кажется, это самый лучший размер для тех целей, которые я преследую Именно это раскрашивание для взрослых Вот Не думаю, что я буду рисовать пастелью, хотя кто знает Но мне кажется, для раскрасок это вот то, что нужно И место немного занимает Так Так Хорошенькая коробочка и маленькая Это мне нравится Ну, не будем закрывать Так Это Новые цвета акварели Ван Гог Они новые для меня Но в линейке Ван Гога Некоторые из них, кстати, новые А некоторые довольно уже старые Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь Так Здесь у нас Пинокридон Этой старой, по-моему, линейки Здесь синее интерферентное Я думаю, что все знают, что это за краски такие Но у меня такой не было И мне очень интересно попробовать Так Здесь бирюзовая Интересно ее будет сравнить с белыми ночами Вот Это Азаметин Он Желтый-зеленый Тоже очень интересный И я Возлагаю Очень большие на него надежды В смешивании с черным оксидом Тоже от Ван Гога Так Ну Здесь, собственно Зеленый Фтала И Бирюзовая Тоже Это Что-то у нас такое интересное Токос Блю Токос Грин А это Фтала Грин Ну, ладно Будем разбираться Так А это Очень интересный экземпляр Экземпляр Называется Графит Вот И он такой серый Но Судя по Обзорам Он Должен Немного Переливаться Вот Как Ну, не как серебро А вот Такой более Мягкий Должен Быть Перелив В общем Очень интересно Попробовать Что это такое Ну, опять же Для Камешков Разных Мне кажется Будет Очень Подходящий Цвет Так Пока Что В сторонку Уберем Ну, что же У нас тут В пакетике Ммм Это Все Еще Кое-что Так Ну, начнем с Полихромаса Я думаю Тут Не нужны Лишние Комментарии Вот Это мой Самый Любимый Цвет Да и самый любимый Наверное Карандаш У меня Это Уже в таком виде Это Уже далеко не первый Который у меня Кончается Так что Всегда Нужен Так Дальше У меня Один Тач Этот цвет У меня Закончился И такой Не было у них Заправки Вот Поэтому Пришлось Покупать Новый И сравним Его С моим Стареньким Посмотрим Все ли совпадает Ну и это Кобик Чао Вот эти Цвета Которые С тремя нулями Там есть разные Это Такой Телесный Они Они Всегда Нужны Для В качестве Блендера Можно так сказать Вот Тоже Сравним С другими Которые У меня От кобиков Здесь 4 Дервента У меня Дервенты Все куплены поштучно Вот Сейчас У меня Где-то 18 Или 20 Штук Вот И мне Для полного счастья Не хватало Некоторых цветов Я попозже Покажу Мою Выкраску Покажу Какие цвета Я собрала И Я думаю Что С Интенциями На этом Будет Уже Моя палитра Полностью Завершена То есть Я не собираюсь Ничего больше Покупать Вот Да и пользуюсь Честно говоря Не так уж Часто Хотелось бы чаще Вот И Еще Две Кисточки От Компании Альбатрос Это Синтетика Имитация Белки Четверка И Восьмерка Думала Будут Немного Больше Но Ничего Страшного Я Узнала О них Из Инстаграм Аккаунта Художницы Аксении Лаполомы Вот Она Она Не только этими Пользуется кистями Но Эти тоже Вот Она их рекомендовала Мне было интересно Они недорогие И Почему бы не попробовать Вот Тоже По По Тестам В количестве В количестве Проверки Ее тоже Нет В общем Я написала в красный карандаш с вопросом Будут ли мне ее присылать или будут делать возврат Но Будем Будем думать Что Что с этим делать Не могу сказать что Все эти цвета у меня жизненно необходимы Но я их очень долго выбирала У меня корзина в красном карандаше наполнялась Где-то примерно полтора месяца А может даже и больше Вот Ну кстати В момент совершения заказа Там не было еще одной позиции Это Белая тушь от Winsor & Newton Вот Поэтому Не знаю Если буду делать еще заказ То Конечно Я бы эту акварель Хотела заполучить Ну и тушь тоже Вот Ну Сейчас я все подготовлю И Будем делать Выкраски Я начинаю Распаковывать новые акварельки Это всегда Очень приятный момент Потому что Они Похожи на Конфетки И Такие У них Получаются Фантики Ну в общем Я думаю Вы меня поймете Это Всегда очень приятно И Очень Повышает Настроение Я начинаю делать Выкраску У меня Она В таком формате Что Это Акварельная бумага Обычная А4 Вот И на нее Я наклеила Двухсторонний скотч Вот Соответственно В этот момент Я отклеиваю Верхнюю часть И к ней Клеющей частью Просто приклеиваю Вот эти Вот эти Кеточки Не то чтобы я Сильно Знаю Составы Пигменты Но Вдруг Эта информация Мне пригодится Когда-нибудь И Как-нибудь Здесь Я делаю Выкраски Но Здесь я делаю Выкраски Не только тех цветов Которые я купила Но и в принципе Всех Своих акварелек Ван Гог У меня осталась Там небольшая часть Для Рембрандта Их я Еще не делала Их у меня Не так много Я конечно же Планирую Сделать Обзор Всех моих Арт Материалов Но Честно говоря Пока Мне даже сложно Об этом думать Потому что Я Делала Выкраски Всех материалов Только И В начале Наверное Больших покупок Вот А потом Я Не то что Не успевала Использовать Все эти материалы Я даже Честно говоря И выкраски Не успевала И вот Материалы В общем-то Так и лежат Если у многих блогеров Есть видео Как они заканчивают Канцелярию То мне надо сделать видео Как я ее Просто таки начинаю Решила сказать Пару слов О Новых цветах Они Конечно Замечательные 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 И Раз уж Монтаж Этого Видео Занял у меня Большое количество Времени Я решила Показать Собственно Здесь Для фона Я как раз Использовала Вот этот Цвет Который Называется Circus Green То есть Бирюзово-зеленый Он Очень классный Он так Прикольно Выпадает Он Светло-светло-бирюзовый Но без белил И он Выпадает В осадок Таким Синеголубым Очень Красивый Цвет Для поклонников Цирулиума От белых ночей Коим я и являюсь Очень Рекомендую Мне очень Понравился Для фона Вместо Цирулиума Вот Очень Красиво Смотрится Вот Также В этой картинке Использовала Азаметин Это просто Бомбический цвет Мне Очень он Мне Понравился Здесь Он В сочетании С Гамбодж От Рембрандта Ну то есть Совсем Вот эти Желтые участки Это Камбодж А вот Следующие За ними Которые Переходят В синий И дают Зеленый Вот Это Азаметин Очень Рекомендую Так А здесь Помимо Вот Этого же Бирюзового Зеленого На фоне Я использовала Для Домика Вот Этот Клинокридон Purple Blue Фиолетово Синий Вот Для Домика Мне очень Понравился Этот цвет Он Такой Насыщенный И Совсем не дает Грануляцию Вот Для именно Такого Оттенка Мне кажется Грануляция Не нужна Вот Но это чисто мое Мнение Абсолютно Не профессионала В этом деле Ну и так же Тут тоже Азаметинку Где я использовала Вот Но в основном Конечно Фон И Домик Вот Это Как раз Новые цвета Еще не пробовала Интерферентный Но Он Такой Красивый Вот Графит Очень Хочу его Попробовать Где-нибудь На металле Мне кажется Будет прикольно Ну Хотя я его брала Для камешков Но Наверное нет Наверное все таки Сильно Он светится И Я думаю Вы понимаете Что на Фотографиях Это будет Нечто Такое Ну Спорное Вот А камни Все таки Они должны быть У них такая Твердая Структура И Они должны Смотреться Твердыми Прочными Вот А это Что-то такое Воздушное Получается Может быть легкий дымок Попробую сделать Вот Пока Так Сейчас Вы видите Как я Организую Свои Новые краски Это у меня Пенальчик Для блестящих Акварелек А это Я Реорганизую Свою Основную Палитру В ее основе Были Белые ночи 36 цветов Но Конечно Сейчас Больше Половины Уже Составляют Не белые ночи А Другие цвета Вот И Сейчас Я как раз Стараюсь Как можно Меньше Красок И Как можно Больше Добавить Но К сожалению Это Этот Пенальчик Не Резиновый Вот От Кое-чего Пришлось Пришлось Отказаться Я делаю Сверху Своей старой Выкраски Этой Палитры И Своих Новых цветов Вот В принципе Так как Белые ночи Полные киветки А Ван Гог Полу киветки Вот Пришлось Пожертвовать Совсем Малым Количеством Старых Цветов Чтобы Вместить Все Новые Но я рада Что у меня Все Получилось А теперь Хочу Сделать Добавление К своей Выкраске Derwent Inktense Новых Четырех Цветов Я Свои Цвета Собирала Вообще С нуля У меня Не было Стартового Набора Вот Поэтому Мне не хватало Такого Холодного Желтого Лимонного Как раз Таки для Моей Палитры Мне Не хватало Красного Без Розового Подтона Это Вот я купила Как раз Попперед Вот Так же Видео Ксюши Где она Делала Фон У Василиска Мне Понравился Такой Темный Бирюзовый Синий Бирюзовый Цвет Вот Ну и фиолетовый Я взяла В пару К другому моему Фиолетовому Светлому У которой Был один Один Одинешенек Ингтенсы Их все-таки Лучше Парами Использовать А еще Лучше Конечно Тройками Дальше я Выкрашиваю Свой новый Копик YR300 Вот И Пытаюсь Открыть Но у меня плохо это получается Свой новый Тач И цвет Старого Совпадает Снова